Внимание, запись! Только сейчас я снимал вот эти градусники тут и на той стороне. Разница в 10 градусов и уже не первый раз. Я всё пытаюсь определить. Вон, видите, утки. Всё, что у охотников не замирает. Смотрите, вот они. Сейчас я к слову сказать. Ой, какая красота! Я много лет такого не видел. Почему не улетели? Уже было под сорок, а они что-то живы. Ну, в общем, обратите внимание, ради чего мы здесь, друзья. Видите, как бы всё назвать? Испарение, да? Уже сняты фильмы, уже сделаны фотографии, уже прокомментирована температура воды от 1 до 2 градусов тепла. Вот, по окраинам вот тут ноль. Видите, это лёд. Чуть где только вода чуть потише, сразу лёд. Настоящая Сибирь. Правда, сегодня всего минус 25. Мы стоим ради вот этого. Посмотрите, куда идёт пар. Внимание, смотрите внимательно. Пар идёт на ту сторону. На этой стороне, на той стороне всё по этим, как оно называется там, вдоль берега. Всё виние. Там толстый слой в этой... Ну, шуба, настоящая шуба. Толстый слой иния на деревьях. Вот, видите, куда идёт. Вот остров, да? Посмотрите, весь виние. А здесь иния нету. Сюда никогда не бывает. Вот здесь, смотрите, вот это горы. Я долго пытался эту загадку разгадать. Вот. Вот они горы. Эта сторона холоднее. Вот тут Кандовая Сибирь. А то, что от инисея сюда идёт вода, во-первых, она не замерзает, потому что это горная река. Не успевает. Во-вторых, действительно, там чуть теплее. По 250 метров уровень воды. И её немного всё-таки... Всё-таки аккумулирует тепло относительно. Приходя сюда, я столкнулся много лет с этим феноменом. На этой стороне гораздо холоднее. Ещё раз внимательно. Показываю не первый раз. Идёт туда сквозняк, не сквозняк. Именно вот так идёт пар. Водяной пар, так назовём его. Туман водяной. Поэтому та сторона теплее, о чём говорят те самые градусники. Вот. Так, вот лежит номер два. Я всё никак не могу успокоиться, когда учёный, который имеет звание, настоящий учёный, то есть по документам учёный, утверждается, что у меня здесь сахар. На той стороне я мерил температуру минус 15. На этой стороне минус 25. Прошло несколько минут, пока я на автомобиле проехал эти 300 метров от берега. И так вот она. Любуйтесь. Так, далее. То есть разница 10 градусов практически. Ещё на той стороне, когда поеду, тоже остановлюсь там. Если не сядет раньше этот самый, подводил этот самый фотоаппарат с стороны камеры. Это один из кусочков общего разговора. Мы находимся в саду. Этот кусочек Железова Сергея. Это тот самый, который, я надеюсь, уже все знают. Питомник. Питомник. Это остатки. Продано то, что было. А это, что ещё не продано. Покажу отсюда сверху. Вот он, питомник. Ещё один кусочек его. А там ещё за дорогой у нас сад номер 3. И там тоже питомник. Вот. Подчёркиваю. Сад зимует на морозе. Сад зимует на морозе. Питомник зимует на морозе. Укрытия никакого. Есть небольшая теплица. Там отсиживается температура на 3 градуса всегда с открытыми окнами и дверями. Температура на 3-4 градуса всегда теплее, чем снаружи. Вот. То есть всё-таки там условия такие, что там нет ни болезней, ничего, ни грибов, ничего. Вот. Чистейшие персики. Чуть-чуть сохраняются, потому что здесь персики у меня тоже есть. Я вам показывал. Вот по тому краю сада. Вот. Капитально подмёрзли. С трудом восстановились. Что было, то было. Благодарю за внимание. Вот. Уже моргает, что... Уже моргает, что вот-вот остановится. Остановим сами. Так, друзья. Вернулся я с красного хутора на эту сторону. Примерно. Примерно. Мы напротив хутора. Но разве что хутор может быть от этого места где-то километр ниже по Енисей. И так, значит, вот он тоже самое табло. Вот. Время. Посмотрите. У меня есть фотография. Так, где... Жалко, сейчас не могу её показать. Я ехал сюда. Примерно час-два назад. Точнее сказать не могу. Замёрз так. Вот. Здесь тепло. Минус 15 градусов. Туда я переехал. Сразу, получается, через 25 минут я сделал фотографию. В хуторе там было не 15, а уже 25. Потом я поработал, наверное, минут 30-40. Потом подъехал на берег Енисея и снял сюжет. Точно такой же, как этот, на той стороне. Там я показывал вам уток, Енисей, и показывал, как сквознячок или что. Вот этот вот туман, ну, он как бы... Все считают, что он тёплый. Хотя какой он тёплый? Температура воды плюс два, плюс один. Вот. Тем не менее, его тащит на эту сторону. И вот этот феномен я пытался отгадать с помощью вот этого тумана, раз он сюда тащит. Вот. Может, не по этой причине, но разница 10 градусов опиющая. Тем не менее, это факт. Вот считать, что это... У меня же там два градусника показывают одинаково. Вряд ли можно считать, что какой-то грубо врёт на этой стороне. Я в прежних фильмах и этих вебинарах показывал два градусника. раз. Теперь, значит, на этой стороне электронное табло. Вряд ли оно тоже врёт. Получается, это фактически факт, что здесь теплее. И вот здесь это так называемая заправка. Вот здесь уже внизу уже дома. Так. Вот здесь. Это уже майно. И отсюда не видно, потому что она вдоль берега идёт. И туда, 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 и вон туда. Вот. Направо. И вот это не то, что аномальное тепло, но относительно благоприятный клим от отсутствия почти ветра. Что-то колышется, но не сильно. И получается, что черёмушки, а потом майно стали феноменальными, покрылись садами. Потом пришла цивилизация в виде журналов-газет, которые научили люди уничтожить всё это. Люди всё это уничтожили. В свои сады добавилось, надо было их снова восстанавливать, но уже поумирали и постарели те, кто выращивал саженцы. Питомники деградировали, перешли на куплю-продажу импорта те, кто уцелели. В результате от того феномена остались рожки на ножки. Вот. Ну, держатся ещё такие, как Железова семья. Мы тут видели это всё. На той стороне у нас участок. Ещё раз говорю, разница в 10 градусов. Сегодня утром было минус 32 в городе. А это сейчас где-то обед. Ну-ка, сколько там времени сейчас? Я не обратил внимания. Ага, 12 часов, полдень. Вот. Было минус 32. На табло я проезжал, было минус 30. Ну, в городе, в городе... Не табло, как оно называется. Такая же электронная штука на этом. На администрации. Вот. Пока я ехал, теплело, теплело. Вот. Ну, не сильно. Раз в Хоторе 25. Вот. И в более низких температурах всё это снять я не могу, потому что хорошо сегодня чудом завелась машина. Вот. Вот. Наша отечественная машина с импортным французским двигателем. Как тот говорил Райкин. В ихнем рыцаре наши опилки. Ну, всё, друзья, шутки в сторону. Вот. Я иду в город, покажу вам эти фильмы. Вот. Потому что неприятно, когда настолько вот этот слух пущенный, что у нас рай, настолько он помешал садоводству. Вот. Вот. Стоит ли стараться? Виноград зелёный, сказала лиса, не допрыгнув. Вот. Это я цитирую из ОПА. Вот. Не допрыгнула лиса до сладкого винограда. Садоводство деградирует только из-за этих легенд, из-за этих слухов, из-за этой грязи. Потому что так удобно. Не надо дёргаться, не надо ничего. Не надо работать, а всё напрасно. До свидания. На этом пока.